Литвиненко работал в те времена в управлении по пресечению организованной преступной группировки ФСВ. Это было потом, кстати, управление, я говорил с Ковалевым, с бывшим директором ФСБ, мы с ним знакомы. Потом оно было расформировано, это управление. И Литвиненко пришел в это управление с конвойных служб, то есть он занимался охраной лагеря, лагерей, колоний и так далее. И, в общем, наверное, он, может быть, хотел заработать, я так думаю, скорее всего, хотел заработать. И он снабжил информацией. И я получал информацию, если человек, скажем, из курганской группировки был задержан, то я через 20 минут уже знал, кто следователь, где он находится и почему он задержан, оперативно буквально. Я иногда приезжал после того же заказного убийства через 15-20 минут, после совершения этого убийства, когда его, скажем, задерживали. И оперативники удивлялись, говорят, почему вы приезжали? Вы что, там, подворотни стояли, видели, что ли? Я говорю, нет, просто у меня деньги хорошие платят, я приезжаю быстро. А на самом деле мне информацию давали, и я приезжал. А потом... Информация поступала от линии, от линии, от линии. Они были, в какой-то мере, белой стрелой. То есть они убирали тех неугодных криминальных авторитетов, которые в силу определенных причин, скажем, вот этой проходительной системе мешали, скажем. Или они могли к ним подойти близко, что-то еще, понимаете. Вот это возможный вариант. Из-за этого и позволяли, как бы... Они были, понимаете, было странно, что действительно получалось так, что, в общем-то, у них было 40 убийств в Курганской группировке. Вот. За этот период деятельности, за 2-3 года. 40 убийств в Москве. Естественно, все знали, кто это, что. Потому что, как бы, полумосквы, если не больше, к ним имели претензии, с того же криминального мира. Но, тем не менее, они благополучно существовали до определенного момента. До момента, когда был убит криминальный авторитет Коптевской группировки Наумов, по кличке Наумов. Он буквально был убит 150 метров от Петровки-38. Вот, наверное, тогда уже чаша терпения была переполнена. И, говорят там, министр МВД, Куликов, я его тоже знаю, Анатолий Иванович, вот он дал эту отмашку, говорит, с Курганскими покончить. И тогда, вот, когда произошли какие-то определенные изменения, Рушайл ушел из РУОПа, и ФСБ там многие люди сменились, и, видимо, вот эта отмашка была дана. Но, никто же не знает, всегда человек, который занимает высокое положение в проконтительной структуре, он всегда может сказать, что я работал с агентом. Это секрет информации. А в чем работа заключается? Работал ли он с агентом, или работал ли он на агента? Вот еще проблема. ФСБ был одно время даже, даже не ФСБ, а ФСК, тогда ФСК, был в свое время в одном из регионов, я не буду его называть, проведен в жизни так называемый эксперимент. Он назывался, условно говоря, агент влияния. Одному из лидеров группировки дали возможность существовать спокойно, при условии, что он не вторгается в госструктуру, и государственную безопасность, скажем, не нарушает. Но он выполнял какие-то определенные задания. Может быть, даже и по убийству воров в законе, или каких-то беспредельщиков, так далее, так далее. Я не знаю, нюансы. Но потом губернатор этого района, этой области, край даже, он обратился к директору ФСБ и сказал, я не знаю, кто агент влияния, куратор его, или он сам. Потому что все уже перемешалось, замкнулось, так далее, так далее. Поэтому такое время. Красноярский край. Может быть. Похоже, что-то.